Привет, мои хорошие! Вы на моём канале Королевство Норвегии. Вот не прошло и 200 лет, как я снова появилась на связи. У нас сегодня пятница, 28 число. Еду домой после... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Ребята, слушайте! На парковке не разъехались две машины, и она задом въехала в фургончик. Вот так вот. О чём это я? Да, парня. Ладно, они разберутся там. У нас сегодня пятница, и хочу рассказать вам, чем же жила Норвегия за то время, пока я отсутствовала. Ну, наверное, самая главная новость, друзья, это цены на электроэнергию в Норвегии. И цена в этом году для простых норвежцев, и не только простых норвежцев, и не только для норвежцев, а для тех, кто живёт в Норвегии, выросла не то, что в 100%, а выросла практически, я не знаю, в 400%. И об этом норвежцы говорят, об этом люди в Норвегии говорят, потому что это ощутимый удар по кошельку. Если мы раньше платили в среднем 120-150 евро за месяц, и у нас было включено всё, свет, электроприборы. Я вообще, когда приехала в Норвегию, для меня это была большая дикость, и я за полом ходила и выключала свет, выдёргивала я штыкира везде, и говорила, и надо экономить. Он только надо мной смеялся, говорил, что это у тебя украинская привычка, здесь у нас электроэнергия дешёвая, поэтому экономить – это не про нас. Теперь он ходит и выключает всё, выключает свой компьютер, если он не работает, отключил пол с подогревом, кричит на меня, если я долго стою в душе под горячей водой. Прохладно у нас стало в доме, потому что счёт нам пришёл в размере 500 евро, 480 евро. Представляете, с 120 до 420. На целый дом, у нас в доме две квартиры, на целый дом пришёл счёт 1200 евро. Конечно, государство пообещало помочь и выделило субсидии. В общем, субсидия на наш дом составляла 230 евро. Но мы всё-таки употребляем немножко меньше электроэнергии, потому что мы на работе с понедельника по пятницу. А вот мой свёкор, у него диабет, он кочегарит очень и очень, чтобы поддерживать теплоту в своём моём теле. Он когда увидел 12 тысяч норвежских крону, он обалдел. Почему так? Ну, потому что, ну, грубо говоря, или коротко сказать, потому что Норвегия стала продавать электроэнергию в Европу. И цена для норвежцев не могла отличаться от цены для жителей остальной Европы. То есть все должны платить одинаково. И поэтому цену в Норвегии на электроэнергию подняли. Мои коллеги возмущены и тоже одевают по несколько тёплых носков, потому что, ну, если не думать, не следить об этом, то, конечно, можно вылететь быстро в трубу с одной только электроэнергией. Вторая новость, которая была на этой и на прошлой неделе, это то, что на прошлой неделе в Осло приземлился самолёт с представителями Талибана на борту. Прилетели они в Осло для того, чтобы показать, кто они, поговорить с другими представителями стран. В общем, скажем, налаживать связи, потому что ребята в поисках денег. И, конечно, им нужно в какой-то степени, в какой-то момент прогибаться, чтобы эти деньги получить. Конечно, были на встрече организации по правам человека. В общем, Норвегия организовала перелёт в гостиницу не в самом замухрылом районе, а наоборот. Вот в одном из престижных районов Осло. Ни гостиница, ни какая-нибудь там мотель, хостель, четырёхзвёзд ночная. В общем, весь этот банкет с этими переговорами, перелётами стоил Норвегии. Норвегия. Заплатилась за это 7 миллионов норвежских крон. В общем, ребята приехали, чтобы себя показать и на мир посмотреть. И при этом, возможно, получить деньги. Ну, я не удивлюсь, если Норвегия в конечном итоге выделит копеечку какую-то. Датчане, они покрутили пальцем у виска, сказали, что с террористами договариваться не будут. А среди них были такие, которые участвовали в террористических организациях или операциях. По крайней мере, младший брат одного из террористов, который в Афганистане взорвал бомбу в гостинице. При этом погиб один норвежский журналист. Норвежский премьер-министр отстранился от этого, но другие министры, они всё-таки ходили посмотреть на этих ребят с пулемётами. Ну, пулемёты, они не знаю. Ну, они улетели на этой неделе. А в среду, в четверг, в общем, уехали. Вот так вот, друзья, наша жизнь в Норвегии. Террористы, талибанцы из Афганистана и электроэнергия. Ну, а так... Всё светлее, всё светлее и теплее. Значит, больше времени для хороших дел, полезных дел. Поэтому, друзья, всем большое спасибо, что вы были со мной. Не забудьте меня поддержать. Ставьте палец. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте. И до новых-новых встреч. Я надеюсь, эта встреча будет очень-очень даже скоро. Пока!